МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Листопрокатный цех номер 5 это не просто подразделение Магнитогорского металлургического комбината, а, как говорят сами специалисты, маленький завод внутри большого производства. Масштабный, оснащенный всем необходимым оборудованием, он успешно выполняет производственные задачи, причем качественно и точно в срок. ЛПЦ-5 – это серьезный цех холодной прокаткин, один из основных цехов комбината. Действительно цех большой, 567 человек, у нас 4 огромных участка. В цеху начинаем перерабатывать мы горячекатанную полосу. На выходе имеем горячекатанный отравленный прокат на участке. Дальше он уходит у нас, соответственно, в станы холодной прокатки. Два больших стана у нас реверсивный, 4-х литевой. 4-х литевой – это дедушка мы его называем, потому что с самого запуска цеха 69-го года. Главной задачей ЛПЦ-5 первоначально было производство холоднокатанного нестареющего автолиста. Позже цех стал выпускать металл для бытовой техники и строительной отрасли. Пятый листопрокатный цех состоит из 4-х основных участков – травильного, прокатного, термического и отделочного. Трудятся здесь 567 человек. Все они – профессионалы своего дела. И каждый достоин называться лучшим по профессии. Люди – это действительно профессионалы. Я всегда благодарю именно тех, кто непосредственно руками создает эту мощь, управляет этой мощью. Здесь не так все автоматизировано, как в современных цехах. Поэтому, когда общаешься с людьми, они говорят, надо слышать и слушать оборудование, и действительно тогда сможешь им управлять. Каждый человек, который приходит в листопрокатный цех, будь то молодой рабочий, будь то уже предпенсионного возраста, они действительно заслуживают тех похвал, которые есть. Сегодня наш рассказ о лучших среди равных, о пяти передовиках пятого листопроката. Первым делом мы отправляемся на травильный участок цеха, который является начальным звеном производственного процесса ВЛПЦ номер 5. Здесь работают два непрерывных травильных агрегата, процессом управляют настоящие профессионалы своего дела. Среди них сменный мастер Сергей Максимов. Он относится к своей работе со всей ответственностью, оперативно решает производственные задачи и во главу угла ставит охрану труда и безопасность рабочих. Сергей Валерьевич трудится на участке уже в течение 9 лет и свою работу знает досконально. А вообще на комбинат специалист пришел два десятилетия назад, в 2003-м. Престиж комбинатов, комбинат, градообразующее предприятие, поэтому как бы не было вариантов. Отец у меня сработал в ЦРМО, 4 работал, слесарем, простым рабочим, конечно, он всю жизнь. Свой трудовой путь начал в самом сердце металлургического производства – на Домне. Пришел в Домный цех, машинистом крана, работал на кране, отработал там год. Потом началось так, что перевелся сюда, в этот цех, в другое отделение, правда, в отделочное отделение, где готовы продукцию. Также машинистом крана, работал там и на агрегатах, и на отгрузке. 7 лет отработал машинистом крана. Параллельно Сергей Валерьевич учился в Магнитогорском государственном техническом университете. После получения диплома он сделал уверенный шаг по карьерной лестнице. Заметили, пошел стажироваться бригадиром, комплектовать металл. Так потихоньку началась моя карьера. Три года Сергей Максимов отработал бригадиром, после чего стал исполнять обязанности сменного мастера отделочного участка. В 2014 году специалиста перевели на травильный участок, где он трудится по сей день. У меня в подчинении получается 30 человек в бригаде. Технологический процесс не совсем легкий. Согружка бригадов, сполченность коллектива создавать. Чтобы бригада есть бригада. Если не будет бригады, работы не будет. Сергей Максимов уверен, мастер должен быть немного психологом. Каждому из коллег нужно найти подход, суметь приободрить, поддержать, наставить. И донести главную информацию, относиться к своим обязанностям спустя рукава непозволительно. Соответственность каждого рабочего сейчас есть. Каждый, кто работает на этом участке, на другом. От каждого зависит что-то небольшое. Каждого оператора, каждого человека вклад должен быть на 100%, чтобы получилась работа. Не знаю, меня понимают вроде как во всех бригадах. Сюда пришел. Здесь нормальные отношения со всеми. Нареканий нет, конфликтов нет. Основная задача специалистов участка – очистить металл от коррозии, дефектов, чтобы потребитель получил высококачественный прокат без изъянов. Удаляем слой окалины, всю грязь. И дальше наш металл идет или в другие цеха, как подкат наш горячекатный, травленный, так и дальше по переделам. Это дальше прокатный участок, прокатные станы. Прокатные станы придают толщину. Дальше передается в термический участок, где производится отжиг металла в печах колпаковых. Следующий передел – это также прокатный участок, дрессировочные станы, два дрессировочных стана. Ну и дальше уже агрегаты резки, где выпускается готовая продукция, которая отгружается потребителю. Сменный мастер травильного участка свое дело знает на отлично. За высокий профессионализм он был удостоен звания лучшей по профессии по итогам месяца. И это не первая его подобная награда. Приятно, конечно, что вышестоящий руководство замечает работу. Видит, что не просто так прихожу на работу, а работаю и вкладываю свою душу в нашу работу совместную. Ну, конечно, приятно. Работать на отличный результат, принимать активное участие в развитии цеха – это принципы работы сменного мастера, отступать от которых он не намерен. Был признан лучшим в профессии за ответственный подход к делу и Ильдар Камалов. Он трудится оператором на посту управления травильного участка листопрокатного цеха номер 5. Десятки рычагов и кнопок, многочисленные схемы на мониторах, показания на которых постоянно меняются. Производственным процессом специалист управляет почти не глядя. Все его действия давно доведены до автоматизма. Непосредственно у меня здесь на посту задаем рулоны травления, то есть вырезаем дефекты горячей стыковки. Технологически обрезаем положено сколько обрезов. Вытравляем окалин с поверхности металла. На комбинат Ильдар Марсович пришел в 2001 году. Трудился сначала в листопрокатном цехе номер 2, затем в травильном отделении третьего листопроката. В 2004 году устроился в ЛПЦ номер 5 на участок травления металла. Сюда металл поступает сразу из двух цехов горячей прокатки ЛПЦ-4 и ЛПЦ-10. В составе отделения две травильные линии. Задача Ильдара Марсовича и его коллег устранить дефекты проката горячих цехов. Непосредственно здесь завороты, смятые кромко, складки, порезы. Скоростя регулируем тоже, то есть я подстраиваюсь уже под технологическую часть. Надо сбросить накопитель, чтобы у меня был полный всегда внимательный момент. Производительность травильного участка 150-190 тысяч тонн в месяц. Он является первым в производственной цепочке листопрокатного цеха номер 5, а потому здесь очень важно не допустить ошибок. Работают на линиях профессионалы своего дела. Ильдар Камалов, отмечают руководители, занимает среди них достойное место. Ильдар ответственный человек, давно работает, хороший наставник, правильно наставляет людей на работу, объясняет, учит, не боится работы. Бывают кадровые проблемы, выходные дни, помогает сделать производственную программу, потому что сейчас напряженно, в полном объеме работаем, полная загрузка травильных линий у нас. Поэтому всегда ответственный, всегда отзывчивый. Ильдар Камалов учит работать на результаты молодых рабочих. Азы профессии им объяснили в образовательных учреждениях. Здесь, уверен специалист, их важно настроить на продуктивный лад. Ну, главное, внимательным быть. Собран. Тогда все получится. За ответственный труд Ильдар Марцевич не раз был отмечен грамотами. Его фото периодически появляется на цеховой доске почета. По итогам этого месяца оператор поста управления стал лучшим в своей профессии. Сам он скромно улыбается, не ожидал. Да и достойных в его бригаде немало. Каждый из коллег может быть назван победителем конкурса профмастерства. Здесь, не знаю, как другие участки, здесь вообще коллектив сплоченный, дружный. Насколько я вот переводился. И в том цеху, в принципе, хорошего было. Здесь тоже я легко влился в коллектив. Все друг друга поддерживают, помогают. Вообще вопросов нет. Отец работает, родственники работают вся в металлургии. Тоже решил пойти в металлургии. На Магнитогорский металлургический комбинат Руслан Беишев пришел по примеру близких и по велению сердца. Трудится он здесь не так давно, с 2017 года. Но уже успел показать себя как отличный профессионал. На травильном участке ЛПЦ-5 он работает оператором поста управления непрерывных травильных линий. В данный момент исполняет обязанности старшего травильщика. Руководители не боятся доверять ему выполнение ответственных задач. Отвечаю за оборудование, за бригаду, ответственность в лесу. По линии прохожу, смотрю, обсматриваю перед сменой. Какие есть недочеты, докладываю мастеру, что можно устранить у стороне во время работы. На пятом посту происходит завершающий этап работы травильного участка. Полосу, которая уже освободилась от окалина, необходимо подрезать, убрать кромку, свернуть в рулоны требуемой длины. Также здесь продукция проходит проверку качества. Далее специалисты отправляют ее коллегам на прокатный участок. От работы старшего травильщика зависит, насколько качественно пойдет дальнейший процесс. В работе важен каждый нюанс. Внимательность, понимать линию, что делаем, как делаем, что нужно делать, какие дефекты, что устранять нужно. Ну и чтобы коллективам хорошие отношения, конечно же, было, чтобы могли поддержать, помочь. С коллективом хорошие отношения? Да, хорошие. Друг друга поддерживаем, помогаем. Работая в качестве старшего травильщика, Руслан Беишев отвечает за бригаду. Под его началом семь человек. В большинстве своем это люди с опытом. Здесь у нас на первой линии один молодой работник, тот на задаче, на втором посту работник, а все остальные уже опытные. Коллеги отмечают, Руслан Раисович – сотрудник молодой, но очень перспективный. Мы работаем давно уже. Я здесь, как можно сказать, как командировки с третьей бригады. Ну вот с Русланом давно работаем и на подмены выходим друг друга, поддерживаем всегда. Работает с 17-го года здесь, обучался во второй бригаде. Я к нему на обучение приходил, ему подсказывали. Ну сейчас вот он уже работает на дисковых ножницах, а пока отсутствует у нас старшей линии, он работает за него. Ответственный человек. Руслан Беишев предпочитает активный отдых, свободный от работы время, занимается спортом, принимает участие в цеховых соревнованиях. За профессионализм, неравнодушие, умение мыслить нестандартно, его ценят руководители. По итогам прошлого месяца он был признан одним из лучших работников в цехе. В планах у молодого рабочего не останавливаться на достигнутом. Мотивация, скорее всего. Потому что можно еще лучше, конечно, работать, себя показать. Дальше больше, как говорится. Время покажет. Мы дрессируем металл, дрессировщики мы. Старший вальцовщик дрессировочного стана листопрокатного цеха номер 5 Иван Акимов рассказывает о своей профессии в деталях. Процесс дрессировки металла аналогичен процессу холодной прокатки. Он выполняется за один проход между рабочими волками, только усилия прокатки значительно меньше. Задача манипуляции – предотвращение появлений линий скольжения. Также дрессировка повышает твердость полосы, делает ее более ровной и гладкой. Наш стан вообще называют утюгом в простонародье. Работа заключается в раскладывании металла, чтобы придать ему хорошие механические свойства, внешний вид товарный, чтобы потребителям очень нравился наш металл. Управлять дрессировочным станом непросто, как и в любом деле, здесь очень много нюансов. Дрессировочная клеть – 4 волка, 2 опорных, 2 рабочих. При помощи их работаем гидроизгиб, нажимные винты, ими управляем. Работа довольно ответственная, сложная. Необходимо соблюдать все показатели, все технические, технологические инструкции, соблюдать. Очень надо много знаний иметь. Не каждый так придет и не сможет так научиться. Нужен опыт обязательно, еще мне один год, чтобы знать все, все тонкости, мелочи. У самого Ивана Викторовича опыт работы немалый. Он трудится на прокатном участке более двух десятилетий. Устроился в цех, еще после ПЛ-13. Сразу на практику пришел сюда в прокатное отделение в 2001 году, в январе. В июле уже устроился и по сей день работаю здесь. Как впечатлениях первых, расскажи. Это было страшно, конечно, когда завели в цех, эти короны, когда над головой ездят с рулонами, все шумит, примит. Быстро адаптировался. Ну ничего, привык с годами. Сейчас он сам помогает освоиться на участке молодым рабочим. А вообще, отмечает Иван Викторович, здесь трудится слаженный коллектив. Все всегда готовы прийти друг к другу на помощь. Я бы сказал, я тут самый молодой. Тут уже такие профессионалы, что и заслуженный металлург работает. И так уже, вальцовщик у меня тоже уже давным-давно работает, уже стажей 25 лет не меньше. То есть, профессионал своего дела это достаточно. В бригаде его считают высококлассным специалистом и коллеги, и руководители. Его труд не раз был оценен на высоком уровне в копилке наград Ивана Викторовича почетные грамоты и благодарности от ПАО ММК. По итогам месяца старший вальцовщик был признан лучшим по профессии. И это тоже не впервые. О всех людях хотел бы сказать. Все они удостоенные звания и почетные. Все они у меня являются заслуженными. Но на данном этапе, в данный момент времени выделил одного рабочего. Это старшего вальцовщика трассировочного стана 2500 Акимова Ивана Викторовича. Данный работник работает более 20 лет. Является ответственным, грамотным, умным специалистом. В этом году удостоен почетной грамоты Магнитогорского металлургического комбината. Подал я его фамилию в этот раз по причине, потому что все-таки человек целеустремленный. Имеет большое желание работать, имеет большой опыт. Грамотный, ответственный. Умеет организовать бригаду. Грамотно подходит ко всем задачам ему поставленным. И их выполняет. А еще Иван Викторович активно участвует в жизни цеха. Принимает участие в спортивных соревнованиях и конкурсах. И, конечно, не забывает о семье, с которой старается проводить все свободное время. Семья большая. Трое детей, трое девочек. Не забалуешь с ними. Надо всегда ходить на работу. Место работы Евгения Ильина – отделочный участок листопрокатного цеха номер 5. Исполняющий обязанности сменного мастера отвечает за производственный процесс, который должен идти без сбоев. Также специалист обязан обеспечить выполнение поставленных перед бригадой задач. Качественно выпускать продукцию, которая у нас доходит до нашего передела. Сейчас мы конкретно находимся на отделочном участке, где конечный передел, где мы совершаем, да, отделываем продукцию. То бишь распускаем ее на нужные веса. Соответственно, проверяем качество продукции, пакуем ее и отгружаем. В ведении Евгения Ильина немало вопросов от наличия металла, очередности его загрузки до заказа вагонов под готовую продукцию. Кроме того, сменный мастер отвечает за безопасность рабочих, обеспечение их средствами индивидуальной защиты. И, конечно, занимается планированием работ. Основные обязанности – это выполнение производственной программы. А для этого – это организовать коллектив, поставить правильные задачи, смотивировать на выполнение программы. С неукоснительным, конечно, соблюдением охраны труда. Отделочный участок – самый большой по численности в цехе. Конкретно под началом Евгения Олеговича 47 человек. Все они – профессионалы своего дела. На специалистах лежит большая ответственность за качество выпускаемой в итоге продукции. Отделочный участок – это, так сказать, последний передел в цехе. Стоит из шести агрегатов резки металла. Производительность зависит от поставленных задач. На данный момент у нас график ежесменный – 1800-2000 тонн. Наша задача – это довести этот продукт до потребителя в качественном состоянии. Исполняет обязанности сменного мастера Евгений Ильин в течение последних трех лет. А вообще на производство пришел 28 лет назад, после службы в армии. Работал в ЦРМО-3 водителем. Ну, так как это дочернее предприятие. Решил в 2002-м перейти в основной цеха. ЦРМО-3, поэтому в 2002-м году я пришел конкретно в ЛПЦ-5. Устроился упаковщиком. Паковал металл. Начал с этого. Далее уже вышел стал бригадиром. Отгрузки. На данный момент я исполняю обязанности мастера. Евгений Олегович уверен, важно любить свое дело. Он ни разу не пожалел о выборе профессии. Если бы не нравился, я бы не работал, естественно. Никто нас не держит. Человек выбирает там, где лучше, где глубже, как говорится. По итогам месяца исполняющий обязанности сменного мастера был признан лучшим по профессии. Эта новость одновременно удивила и обрадовала самого специалиста. Приятно, естественно. Ну, я не считаю себя, что здесь среди нас все лучшие. Каждый в своей профессии лучший. Ну, раз так решили, значит, наверное, достойно. Коллеги-руководители отметили – это заслуженная оценка труда. Я являюсь непосредственным руководителем Евгения Олеговича. Как сменный мастер, он очень хорошо себя зарекомендовал уже давным-давно. Полностью овладел своей профессией. У него одна из самых слаженных бригад на участке. Каждый знает свою работу. Мастер уже является такой точкой, который контролирует процесс. Ну, смотрит за тем, чтобы все не сбоило. Ну, и поддерживает этот процесс в работоспособном состоянии. Как человека, тоже с ним знакомым лично отдыхали и совместно в Есентуках, знаком с его семьей, с его детьми. Кстати, с семьей Евгений Ильин старается проводить все свободное время. Она для него является источником вдохновения на свершение. Ну, у меня работы, у меня одно увлечение. Два маленьких ребенка. Одну 8, другую 5. Поэтому больше времени, естественно, уделяем им. Ну, естественно, выезжаем. Сейчас в последнее время стали на рыбалку вместе выезжать. Скучать не дают. И стареть тоже не дают. Листопрокатный цех номер 5 постоянно модернизируется. Здесь появляется новое оборудование. Растет качество и количество выпускаемой продукции. Однако в первую очередь славен ЛПЦ-5, конечно, людьми, которые верны своему делу, которые не боятся работы. И которые действительно живут своей профессией. Именно они будут страница за страницей писать новейшую историю 5-го листопроката, которому в следующем году исполнится уже 55 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова